Здравствуйте! Пятница, 7 июля. Чем жила Одесса сегодня, расскажут наши корреспонденты. Вместе с ними и я, Олег Соловкин. Мы начинаем. Вот главная тема выпуска. Относиться к детям с ограниченными возможностями по-европейски. Президент подписал закон о развитии инклюзивного образования. Это право и обовязок быть его полицей. Снова под угрозой. Работы по консервации дома Русова не дали результатов. Еще недавно попасть в дом Русова было практически невозможно. Раскопки под Акерманом. Археологи ищут древнюю султанскую мечеть, которую построили на месте молдавского храма. Есть изображение 18 века мечети на данном месте. Об этих и других событиях мы расскажем прямо сейчас. Авто для добровольцев. Одесские активисты передали машину бойцам в зоне АТО. Транспорт получит 8-й батальон украинской добровольческой армии. Сейчас там служат 19 наших земляков. Собрать средства удалось буквально за месяц. Обошлось авто в 10 тысяч долларов. Машину отвезет на фронт лично командир батальона Андрей Гиргерт с позовным «Червань», который впервые приехал в Одессу. Мы уже больше года курируем 8-й батальон «Араты». Сейчас мы передаем «Фольксваген» автобус «Тэшечка». Потому что последний раз, когда мы туда приехали, мы увидели в достаточно плачевном состоянии эту технику, простреленную всю, боевую. И ребятам, безусловно, это будет самую помощь. Отмечу, во время визита в Одессу комбат встретился с местными активистами и рассказал об особенностях войны на Донбассе. По словам Гиргерта, за время боевых действий в его батальоне погибло 14 добровольцев, а ранения получили 46 человек. Также он отметил, что служить в батальоне украинской добровольческой армии можно без военной подготовки и призвал гражданских активистов вступать в ряды боевых формирований. В центре Одессы задержали пьяного автохама без прав и документов на машину. Мужчина попытался по пешеходной зоне через Думскую площадь и Приморский бульвар заехать в Воронцовский переулок. Водителя остановили сотрудники муниципальной охраны, но на их замечания он не отреагировал и попытался скрыться. Машину заблокировали и вызвали патрульных. Полицейские попросили мужчину пройти алкотест и выяснили, водитель пьян, а документов при себе у него нет. В результате автомобиль отправили на штрафплощадку, а нарушителя в ближайший райотдел. С новыми номерами и перебитым кузовом Одесские полицейские нашли в Крыжановке «Лексус», угнанный весной в Киеве. Кроме белого внедорожника, в гараже копы обнаружили четыре двигателя от разных автомобилей, три мобильных телефона, два госномера и лобовое стекло. По данным полиции, в этом гараже регулярно подделывали идентификационные номера двигателей и кузовов ворованных автомобилей. Сейчас полицейские разыскивают организаторов незаконного бизнеса. Преступникам грозит до трех лет тюрьмы. В теперешний час, за вказанным фактом, следчим отделом Лиманского отдела полиции распочати криминальное проваджение за возниками злочину передбачено ст. 290 Криминального кодекса Украины. А в Ананьеве пограничники изъяли около ста ящиков контрабандных сигарет. Их нашли в гараже у одного из местных жителей. Общая стоимость товара превышает миллион гривен. Всего мужчина хранил 55 коробок российских, молдавских и белорусских сигарет. Сейчас правоохранители выясняют, есть ли у ананьевского контрабандиста сообщники. Школа для всех. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об инклюзивном образовании. Теперь директора не могут отказать родителям в приеме детей с особыми потребностями и обязаны создать все условия для их обучения. За 13 лет на изменения среднего образования планируют потратить почти 90 миллиардов гривен. О сложностях реформы и о том, готовы ли школы к новым правилам, расскажет Виталий Гарнов. Документ подписали в старичной школе. Здесь по экспериментальной инклюзивной программе знания получают почти сотни учеников. Главная цель нового закона – социализация детей с особыми потребностями. Раньше они получали образование на дому или в специальных школах. Себе мы чувствуем людьми. Всего вечера мы чувствуем в том, не смейся, люди. Ты допоможи, когда тебя прохают против щиро. Не просим за укувания мы, потому что мы люди, руки наши умели. Теперь директора не смогут отказать родителям в приеме ребенка с особыми потребностями. Больше того, школы обязаны создать все условия для их обучения. Полностью реформировать среднее образование планируют к 2030-му. За 13 лет государство потратит почти 90 миллиардов гривен. Изменения, по словам президента, еще больше приблизят Украину к Европе. Мы получили право на безвиз, безвизу подорожей, когда по паспорту украинца можем ехать в будь-як Украину Европы. Но хочу окремо наголосить, что это не просто право свободно подорожить, а это право и обязанность быть европейцами. И в том числе, мать ответственность ставления до детей, до наших співгромадян с особливыми потребами. Первый массовый набор в инклюзивные классы состоится в этом году. Максим анализирует город на доступность для инвалидов-колясочников. Возле этой школы пандуса нет, но у вахтерши свое решение проблемы. Вторая школа пандус есть, но уклон слишком большой. Забраться на него невозможно. Впечатление, то есть, ну, сразу понятно, что люди делали для того, чтобы, ну, не знаю, извините за сленговое слово, отмазаться. По закону обустраивать условия для детей с особыми потребностями должны за счет местных бюджетов. Нужны правильные, соответствующие нормам пантусы. И внутри школ, так как многие школы имеют несколько этажей, желательно одни лестничные пролеты, ну, я не говорю везде, но хотя бы один оборудовать подъемным устройством. Тогда ребенок, который там учится и передвигается на коляске, он будет себя чувствовать наравне с другими. А вот за счет государства займутся переподготовкой учителей. Кроме знаний по предмету, они должны обладать навыками психолога, логопеда и медика. Также в Министерстве образования разрабатывают специальные методички с рекомендованной учебной нагрузкой для детей. Инклюзивные классы на экспериментальной основе в Одессе работают уже два года. Практика показала, к таким нововведениям готовы не все, говорят специалисты. Часто директор мог поставить самый последний момент родителей в известность, что это будет класс, в котором будут учиться дети с особыми потребностями. Очень большинство учителей отказывается. То есть они просто говорят, если вы заставите меня делать такой класс инклюзивный, я просто кладу на стол заявление об увольнении. Это не уникальная проблема, через это прошли все страны. Эта проблема решалась в первую очередь грамотной работой с родителями, учителями. Всего в Украине около миллиона детей с особыми потребностями. То есть почти каждый десятый ребенок. Виталий Гарнов и Дмитрий Боровецкий, Первый городской. Дом Русова снова под угрозой. Работы по консервации полуразрушенного шедевра архитектуры не дают результатов. Забор вокруг здания поломан, а недавно установленные камеры наблюдения не работают. Система вышла из строя по неизвестной причине. Сейчас туда может попасть кто угодно. По словам местных жителей, бомжи снова растаскивают в здании остатки металла. Тем временем чиновники отчитываются, работы по консервации еще не завершены. О судьбе Дома Русова Александра Ченкова. Еще недавно попасть в Дом Русова было практически невозможно. Здесь стоял прочный забор, двери находились под замками, а за происходящим внутри и снаружи наблюдали камеры. Теперь попасть в полуразрушенный шедевр архитектуры не составляет большого труда. Недавно в Доме Русова внезапно начали рушить стены бывших реставрационных цехов. Местные жители вызвали полицию. Неизвестных задержали, они оказались бомжами. Люди считают, все это не случайно. Им, похоже, сказали, берите отсюда все, что можете. Они выносили остатки, если вы видели, в щитке были очень толстые провода, там высокие напряги. Они эти провода выколупывали из стен. Я думаю, это произошло из-за того, что деньги, которые пошли на консервацию, законсервированного не видно. Вскоре неизвестные сломали и забор. Теперь зайти сюда может любой и делать что угодно. Камеры видеонаблюдения не работают. Их установили за счет обычных одесситов. Этой зимой деньги собирала общественная организация «Мой дом Одесса». Система круглосуточно транслировала все происходящее в памятники архитектуры в интернет. Почему она вышла из строя, неизвестно. Мы столкнулись с рядом проблем. Это и проблемы с работой самого сайта, проблемы с самими камерами. Но последние несколько недель мы активно работаем над восстановлением работы этих камер. Несколько раз уже выезжали туда мастера, посмотрели все камеры на месте. На консервацию дома Русова уже потратили 750 тысяч гривен. Чиновники рассказывают, в этом году на сохранение остатков роскоши уйдет еще миллион. Но как защитить памятник архитектуры уже сейчас непонятно. В этом году запланировано еще миллион гривен на дальнейшую консервацию поддержания этого здания в том состоянии, которое позволит в дальнейшем все-таки произвести его реставрацию. То есть на сегодняшний день есть заключение специалистов о том, что реставрация данного здания возможна. Но говорить о реставрации дома Русова пока рано. 80% квартир принадлежат скандально известному бизнесмену Руслану Тарпану, который сейчас находится в розыске. Судьбу здания пытаются решить без него. Комиссия может предоставить три варианта выхода из ситуации. Либо проведение ремонтных работ с восстановлением данного дома как жилого, либо проведение ремонтных работ и восстановление данного здания как нежилого, поскольку если проведение таких работ невозможно для восстановления именно жилья. И третий вариант – это вообще снос и строительство совершенно нового объекта. Дом Русова считался одним из самых красивых в Одессе. Все изменил масштабный пожар в 2009-м. Изнутри здание почти полностью выгорело. Пострадали перекрытия, крыша и уникальная лепнина. С тех пор шедевр архитектуры горел еще не раз. А все попытки остановить уничтожение дома Русова терпели неудачи. Серьезно, проблему взялись лишь недавно. Но как сложится судьба старинного здания, однозначно сказать, до сих пор никто не может. Александра Ченкова, Алексей Кулигин, Первогородской. Чтобы все было честно, голоса, отданные за проекты общественного бюджета, будут тщательно проверять. Пока подтверждены только два десятка голосов. Они отмечены зеленой галочкой. Еще почти четыре сотни на проверке, а один за нарушение правил уже заблокировали. Пользователям напоминают, свои профили на платформе социально активных гражданин еще не поздно доработать, чтобы они соответствовали требованиям. Отмечу, поддержать проекты общественного бюджета могут люди с одесской пропиской. Те, кто зарегистрирован в другом населенном пункте, должны предоставить справку с места учебы или работы в нашем городе. Один человек может проголосовать только за пять проектов. Те пользователи, которые до конца периода голосования не успеют, вот особенно желтая категория, подтвердить свои данные, то есть мы им дали шанс на подтверждение, эти голоса не будут учитываться. То есть не будут учитываться желтые и красные голоса. На суд одесситов вынесены почти полторы сотни проектов. Самые популярные, связанные с медициной и образованием. Голосование закончится в конце этого месяца, а 2 августа объявят победителей. До конца года проекты обещают реализовать за счет города. На это из бюджета Одессы готовы выделить 100 миллионов гривен. После того, когда объявятся победители, начнется процедура тендера. Автору была сказана, да и не сена такая информация, что если у него есть компании, которые могут реализовать его проект так, как задумано его проектом, его схемами, презентациями, картинками, он может предложить свои компании для участия в тендере. Это касается очень много творческих работ. В обход закона с начала года 40% госзакупок в Одесской области попытались провести по теневым схемам. Аудиторы выявили нарушений почти на миллиард гривен. Отмечу, за 6 месяцев этого года в Одесской области провели тендеров на 2 миллиарда. По словам специалистов, это в три раза больше, чем за тот же период 2016-го. При этом ревизоры жалуются на недостаток полномочий. Отменить удалось только четверть сомнительных сделок. В этой части мы очень часто выступаем не как контролер, а как аналитики и структура, выдающая рекомендации. Могу сказать, что в целом этих всех результатов мы достигли при значительно меньшей численности сотрудников. В Одессе представили электронный градостроительный кадастра. До этого он работал в тестовом режиме, но теперь ресурс запустили полноценно. Любой человек с компьютером или смартфоном может узнать, законно ли стройка под его окнами, что возводит на самом деле и есть ли у компании разрешительные документы. Вся информация хранится на сайте управления архитектуры и градостроительства. Также там можно найти карту торговых ларьков и правила их размещения. Горостроительная документация, генеральный план, зонинг, детальный план на территории, градостроительные условия ограничения, направление открытых инженерных коммуникаций города. Это в частности трассы водопровода и канализации. Ну и в дальнейшем кабели электроснабжения, соответствующие другие коммуникации. В поисках древней святыни в Белграде-Днестровском новые раскопки. Прямо у подножия керманской крепости археологи ищут вход в старинную мечеть. Процесс только начался, но под толстым слоем почвы уже находят интересные артефакты. Монеты прошлого тысячелетия и заморскую керамику. К раскопкам приобщился и Юрий Гальченко. Аккуратно ведро. Сантиметр за сантиметром археологи в прямом смысле слова раскапывают историю. Раньше здесь была старинная султанская мечеть, построенная на месте молдавского православного храма. Без этого инструмента не обходятся ни одни раскопки. Штыковой лопатой археологи выкапывают тонны земли. Если грунт сильно твердый, в ход идет кирка. Задача ученых исследовать размеры объекта и найти к нему вход. На пути к цели археологи наталкиваются на различные артефакты. У нас уже есть керамика турецкая импортная, изник 15 века. Есть испанский люстр 15 века, люстровая керамика испанская, привезенная из Валенсии. Есть керамика местного производства золотоордынского времени. Вот сегодня перед вашим приездом мы буквально нашли четвертую монету золотоордынского времени. Археологи проводят раскопки на участке 100 квадратных метров. Но реальные размеры старинной мечети неизвестны. Ученые ссылаются на архивные материалы и наработки коллег. Есть изображение 18 века мечети на данном месте, а также на основании раскопок, которые частично затронули часть этого сооружения, мечети Мецеду и храм, которые были проведены в 1970-х, начале 80-х годов. Соответственно, данная экспедиция является продолжением всех начатых институтом археологии исследований. Часть найденных артефактов передадут в местный краеведческий музей. А на месте раскопок планируют сделать отдельную экспозицию для туристов. Если до этого мы, проходя мимо этого объекта, просто рассказывали и показывали на землю, то сегодня оголятся части стен, фасадов этой мечети, и мы сможем туристам показывать, наглядно показывать уже объект, который существовал в тот период времени. Искать мечети предметы старины археологи планируют до начала осени. Потом будут работать с находками и полученными данными. Юрий Гальченко, Александр Бондарь, Первый городской. Такой и стала пятница. Итоги недели уже в субботу подведет Виталий Милевич в 19 часов. А с понедельника в этой студии встречайте очаровательную Ирину Коробко. Я прощаюсь с вами на неделю. Берегите город и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин